Вот так передай. Запомни и передай. Понял? Я передам, но ты же знаешь его. Я знаю его. Он меня тоже знает. Он деньги получил от меня? Получил. Все. Я вам больше не должен. Будете искать, я на вас всю деревню подниму. В поход. С вилами. Спасибо. Глеба Николаевича Корчикова. Мальчик увлекался точными науками и профессионально занимался фехтованием на саблях. После школы он поступил на физико-технический факультет Уральского политехнического института. Однако, начиная с первых курсов, всерьез занялся самодеятельностью, из-за которой времени на учебу почти не осталось. Юноша стал одним из основателей и идейных вдохновителей любительского вокально-инструментального ансамбля «Фистехи», явившегося прародителем будущих уральских рок-групп, известных сегодня на всю страну. Репертуар коллектива состоял не только из идейно выдержанных номеров в виде эстрадных песен. На неофициальных мероприятиях ребята исполняли джаз и рок-н-ролльные композиции. Олег в образе артистичного и струмного конферансье неизменно появлялся на сцене между номерами. Вскоре стало ясно, что дальнейшее обучение парня в УПИ бесполезно. Студент-физик был отчислен по собственному желанию и какое-то время подрабатывал артистом в самодеятельных спектаклях. В начале 60-х Корчиков уехал в Ленинград и прошел вступительное испытание в Театральном институте, который благополучно окончил в 1967 году. Получив диплом логитмика, Олег отправился в творческое странство по театрам необъятной родины. Он работал в драматических трупах Волгограда, Еревана, Тулы и Кишинева. Незадолго до распада Советского Союза актер обосновался в Минске, где местом работы выбрал Национальный академический драм-театр имени Горького. Из 120 сыгранных им ролей около половины были главными. Артист отлично перевоплощался как в комедийных, так и трагических персонажей. Каждого своего героя Корчиков наделял душой и мощной жизненной энергетикой. Впервые на съемочную площадку Олег Глебович попал в 28. лет, а известность приобрел только после 30, когда в 1973 исполнил развернутую роль революционера Яшечкина в драме Константина Бронберга «Был настоящим трубачом». «А на голове стоять умеешь?» «Нет». «На, огонь глотать?» «Нет, не умею!» «Зато я стихи сочиняю». «Вперед, товарищ! Труби в трубу! Красногвардейцы! Все на борьбу!» «Яшечкин». В том же году Корчикова заметил Василий Шукшин. Василий Макарович пригласил актера поучаствовать в съемках «Калины Красной». По задумке режиссера, для исполнения Олегу Глебовичу предназначался молодой бандит Шура. Несмотря на то, что артист оказался существенно старше своего персонажа, попадание в образ было идеальным. «Горь, я сделаю, как мне велено. Если, мол, у него денег нет, дай ему». «Ах ты, сучонок ты! Сопляк! Деньги привез! А ты думал, что давать надо? Что думал, тварь? Думал, казино!» «Собери деньги! Собери деньги!» «Запомнил, что я сказал? Запомнил?» «Запомнил». «Все, шагай. Быстро, а». После успеха в «Калине Красной» Корчиков продолжил сниматься в самых разных амплуа. В военной киноэпопеи Михаила Ершова «Блокада» его героем стал ленинградец Козин. В ленте о ежедневном подвиге «Полярников 72 градуса ниже нуля» он сыграл члена экспедиции Василия Комова. «А мы лишний свитерочек натянем. Зарядочку будем делать. А, Вась?» «Да что, Вася?» «Ты человек свободный, а мне о семье думать надо». «Так ты вот и сиди все время в тягаче-то и думай». «Эй, здоровый ты парень, а глупый. Одно слово, боксер». «Походил бы с мое, так...» «Ну и что?» «То, что пишет парень завещание». В музыкально-детективной картине «Голубой крабунку» по Артуру Конан Дойлю артист примерил сразу две маски – хозяина ювелирного магазинчика и владельца цветочной лавки. «А за это я вас буду охранять». «Охранять от кого, сэр? Мы в старой доброй Англии. Это там, в другом мире, на континенте. Могут быть неприятности, волнения, вулканы, землетрясения, революции. У нас это исключено». В 80-е годы зрители увидели Олега Глебовича в эпизодах кинокартин «Хлеб, золото, наган», «Золотые туфельки» и «Отряд специального назначения». «Сегодня, как никогда, я витком военных». «Белая добровольческая армия. Все прибывает и прибывает. Ишь, спасители России. Наступление на Москву готовят». «Твой выход, папка». «Слышу, слышу. Но ничего. У меня тоже для них сегодня кое-что припасено». «Пока, доченьки». «М?» «Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е». Особенной была работа в приключенческой ленте «Школа», снятой по мотивам одноименной книги Аркадия Гайдара. В трехсерийной экранизации актер изобразил красного командира Шабалова. «Ты слышал, что я тебя звал? Ну, чего извольте, ваше благородие. Я тебе не ваше благородие. Я тебе не благородие. И ты мне не нижний чин. Но я командир отряда. И должен требовать, чтобы мне слушались». Перестройку Корчика без дела не остался. Но предлагаемые роли становились совершенно крошечными. Наиболее значимыми работами начала 90-х считают своего Вячеслав Молотов в биографической драме Александра Прошкина «Николай Вавилов» и младший лейтенант милиции «Бахметев» в боевике Самвела Гаспарова «Стервятники на дорогах». «А что за папка у вас в руках?» «Да это так. Это мои соображения. По поводу озимых в Сибири». «Уставьте ее здесь». «Насчет сталинцев в биологии не беспокойтесь». В новом тысячелетии артист все больше исполнял роли безымянных стариков. Да и его собственную фамилию включали в титры все реже и реже. В пяти десятках картин, которые пришлись на завершающий этап творческого пути Корчикова, преобладала военная тематика. Примером служат такие ленты, как «Баби Яр», «Последний бой майора Пугачева» и «Смерш». Личная жизнь Олег Глебович был женат на актрисе и коллеге по Волгоградскому театру. В браке родился единственный ребенок пары – дочь Лена. Сегодня Лена Олеговна проживает в Минске. Последние 15 лет жизни артиста сложились несчастливо. Он обожал сцену, но ради хороших ролей никогда не шел на компромисс с совестью и не лебезил перед начальством. В 90-е годы между независимым и свободолюбивым актером и театральным руководством возник конфликт, в результате которого Корчикова практически перестали задействовать в спектаклях. Мизерной зарплаты и смехотворной пенсии не хватало. Чтобы удержаться на плаву, мужчина работал таксистом и занимался частным извозом. При внешнем спокойствии и даже ироничности Олег Глебович тяжело переживал невостребованность в профессии. Душевные переживания ускорили его уход в мир иной. Корчиков скончался в июле 2017 года. Заслуженного артиста РСФСР тихо и незаметно похоронили на одном из кладбищ белорусской столицы. В его память не вышло ни одного некролога. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова